Субтитры делал DimaTorzok Видите, здесь это мировые данные, сопоставляются различные страны, нас по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний опережает Индия и Китай, а мы уступаем Соединенным Штатам. Но единственное, что эта цифра не стандартизована, это общая количественная цифра, здесь продемонстрирована крайне вот этот вот столбик, столбики права. И здесь динамика продемонстрирована, по Российской Федерации такая тенденция вот улучшения показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний через несколько лет снижения смертности. Если говорить о цифрах уже стандартизованных, то видите, на этом слайде представлены они всего на круг ежегодно в Российской Федерации смертность составляет 1200 на 100 тысяч населения, это общие мужчины и женщины. И вы видите, на долю сердечно-сосудистых заболеваний, заболевания кровообращения, системы кровообращения приходится почти 900 случаев на 100 тысяч населения. Это, конечно, опережает смертность от злокачественных новообразований в 4 раза. На новообразовании, видите, цифра составляет 200. Если возвращаясь к тематике рака эндометрия, мы хорошо все прекрасно знаем и не можем, говоря о раке эндометрии, не сослаться на наших классиков. Яна Владимировича Бохмана, который постулировал два варианта патогенетических течений рака эндометрия. Большинство это пациентки, первый патогенетический вариант с отягощенным метаболическим синдромом ожирения сахарного диабета. И, соответственно, здесь суммируются вот эти вот риски для этих пациентов, которые подлежат хирургическому лечению, поскольку основной метод лечения – это хирургический для рака эндометрия. А коморбидность – это наличие нескольких параллельных текущих заболеваний, которые могут влиять на течение друг друга. И здесь для оценки состояния этих пациентов больных раком эндометрия прибегают к различным шкалам и пытаются как-то стандартизовать риски пациента. Хорошо нам знакома система ЭКОК, не буду вдаваться в детали. Здесь перечислены методы измерения коморбидности, достаточно много. Один из наиболее часто удобных для использования индекс Чарльсона, который суммирует по баллам совокупность сопутствующих заболеваний и при большем количестве баллов, значит, усугубляет риск неблагоприятных исходов у этих пациенток. Коллеги-анстезиологи предпочитают предоперационные оценки риска антезиологического пособия, а тоже достаточно нетрудный для установления этих цифр. И тоже по количеству баллов суммируется сопутствующие заболевания, и чем больше баллов, тем выше риск осложнения. И вот здесь выбор оптимального подхода к лечению пациентов коморбидного статуса злокачественного образования тела матки. Здесь складывается из нескольких факторов риска. И риск смерти от рака, в первую очередь, нас как онкологов, он клиникологов волнует, и риск хирургического вмешательства, и риск развития осложнений со стороны сопутствующих заболеваний. Действительно, первое, что акцентируется на чем внимание у клиницистов, это риски тромботических осложнений. Действительно, проведены большие исследования, это здесь результаты метаанализа в отношении минозного тромбомболизма, тромбомболии у онкогинекологических пациенток. Действительно, высокий риск тромбоз, тромболии общной артерии, видите, в этом метаанализе продемонстрирован среди пациенток онкогинекологическими заболеваниями. И в этой ситуации для профилактики тромболических осложнений влияет несколько факторов. И выбор метода хирургического вмешательства, и как продемонстрировали американские коллеги, что актуально для больных раком тела матки, поскольку мы все уже знаем, что во всех гайдлайнах написано, что лапароскопический доступ является лидирующим в лечении больных раком эндометрия. И это же еще и подтверждается тем, что этот доступ снижает риск тромботических осложнений у этих пациенток. Это доказано на большой базе, национальной базе данных Соединенных Штатов, где сравнили хирургические и онкогинекологические вмешательства. Более 11 тысяч случаев включено в это исследование и проанализировали лапароскопию против лапаротомии. И действительно, в лапароскопии на 64% меньше случаев генозного тромбоза по сравнению лапаротомии. Но исключение здесь, конечно же, нет стопроцентных решений для онкогинекологических опухолей. Есть и влияющий на это и размер опухоли, и статус коморбидности. Возвращаясь к профилактике тромбополических осложнений, здесь еще помогают вот эти варианты компрессионной чулки и ранней активизации. Не буду на этом останавливаться в Кахтановском исследовании. Это все доказано, что это работает. И медикаментозные терапии, антикоагулянты, которые назначаются нашим пациенткам онкогинекологическим, поскольку они относятся к высокому риску. Даже будь то лапароскопии, поскольку при лапароскопии эта работа на малом тазу, рядом с крупными листральными сосудами, увеличивается риск тромботических осложнений. И в любом случае они, несмотря на то, что лапароскопический доступ, относятся к высокому риску тромботических осложнений. Поэтому профилактика обязательно проводится и рекомендуется профилактика в течение еще 28 дней после хирургического лечения. В рекомендациях РУСКО эти рекомендации прописаны и здесь на слайде они представлены. Но что, если случается такая коморбидность, которая будет препятствием хирургическому лечению? Еще раз повторюсь, основной метод лечения рака теломатки – это хирургический метод. И когда, в общем-то, получается, что нам отказывают в хирургическом доступе, мы должны отправить пациенток как альтернативу на лучевую терапию, но настолько коморбидные пациентки, что и радиологи отказывают этим пациенткам. И мы вот суммировали за полтора года опыт федерального центра Алмазова, проанализировали, но их уже получается больше, но то, что проанализировали, это 17 больных раком эндометрия с выраженным отягощеной сопутствующей патологии. Это, конечно, я не беру просто метаболический синдром, а это действительно коморбидное состояние, которое являет конкурирующими заболеваниями раком эндометрии. И средний возраст больных составил 60 лет, но варьировал даже от 35 до 80 лет. Индекс Чарльсона больше 5,82% случаев составлял, и распределение по стадиям варьировало, и на первую стадию тоже приходилось достаточно большое число пациентов. Здесь спектр сопутствующих заболеваний, они в совокупности здесь присутствовали, здесь перечислены на этом слайде, и тромбомболеевая анамнеза, и стентирование тронарных артерий, и высокая легочная гипертензия, и острый инфаркт в анамнезе, и протезирование клапанов. И вот эти пациентки, которым в хирургическом лечении уже было отказано без лечения их в условиях многопрофильного центра. И они обратились уже к нам в многопрофильный центр за помощью. И вот в качестве иллюстрации это пациентка 73-х лет с диагнозом рак эндометрия, сирозный рак эндометрия, и по МРТ, вы видите, опухоль занимает всю полость матки больших размеров. И таким образом выглядит диагноз у этой пациентки, то есть основной, поскольку на гинекологическом модели рак эндометрия на первом месте, но, в общем-то, он уступает конкурирующему диагнозу, который вот здесь занимает у меня всю оставшуюся часть слайда. Тяжелый нейтральный стеноз, стенокардия напряжения 3-й функциональный класс, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь 3-риск 4, острое нарушение мозгового кровообращения по кардиоэмболическому типу в 2017-2018 году, хронических гастритхолецистит, варикозная болезнь и осложнение хронической сердечной недостаточности 3-й функционального класса относительно недостаточности трикоспидального клапана и высокая легочная гипертензия, постоянная форма гипертензии тридцессердия. По дообследованиям здесь эхо КГ представлено на этом слайде, висклорки нейтрального клапана протенированного, сращены по комиссурам, раскрытия практически нет и легочная гипертензия третьей степени. И у пациентки таким образом имеет место наличие двух конкурирующих жизнеубражающих состояния, рак эндометрия и критический нейтральный стеноз, требующий хирургической коррекции с высоким риском переоперационных осложнений. Учитывая высокие риски развития маточного кровотечения на входе в двойной дезагрегантной терапии, которая предполагает лечение нейтрального стеноза, принято решение о оперативном лечении в объеме нижней средины лапаротомии, экстерпации матки первым этапом в условиях кардиохирургической операционной. И здесь вот кардиохирурги были на готове в случае каких-то экстренных ситуаций. И здесь, конечно же, нам никто не разрешит лапароскопию. Выполнена нижнесрединная лапаротомия, гиазиолизм, гистероктомия, биопсии большого сальника. Но с учетом высокого риска интераперационной компенсации, хирургическое лечение проводилось с участием бригады кардиохирургов, которых в этот момент удалось избежать этих осложнений и ограничилось тем объемом, которое я сказала. В итоге серозная карцинома эндометрия подтверждена. И вторым этапом уже была выполнена чуть отсрочна стернотомия, протезирование метрального клапана биологическим протезом, нEPрерывное шественно, амалопластик, энэвтекя, гиблоскитальный клапан, и уже окончательный диагноз у этой пациентки вот таким образом выглядел в состоянии после стернотомии, протезирования метрального клапана, нЕмперерывное шественно, амалопластик, гиблоскитального клапана. И в качестве, здесь, в общем-то, по канонам, да, серьезный рак эндометрия, по канонам онтогинекологии нужно было длокировать или импадонектомии, поддушно-фароаталии, но здесь мы ограничены были коморбидным конкурирующим заболеванием, которое, в общем-то, и вообще было изначально противопоказание к хирургическому лечению в целом. В этой ситуации пациентка 35 лет с диагнозом рак тела матки гистологически меренно-дифференцированной эндометриоидной аденокарциномы по данным МРТ с глубокой инвазией поражения тазовых и импатических узлов в процессе обследования по поводу планирования хирургического лечения. При выполнении КТ исследований появились жалобы на общую слабость, одышку, но КТ успели ей сделать, и было диагностировано массивное тромбоэмболезие сегментарных, субсегментарных легочных артерий с обеих сторон, а у него это статическое поражение тазовых обминаний, импатических узлов и левого рак теличного узла. Далее в хирургическом лечении пациентке было отказано, в течение месяца получала антикогулянтную терапию с использованием лечебных доз, и на фоне чего отмечен два эпизода жизнеугрожающих кровотечений. Далее по выполненной эхокардиографии в правом желудочке обнаружено подвижное ближе к округлой форме образования, вы видите на слайде, размером до 10 мм, и значимо не нарушающей гемодинамики. По данным ПТКТ в процессе обследования подтверждены данные за метастатическое лимфогенное поражение у этой пациентки, но в связи с высоким риском развития тромбомболических осложнений и невозможно проведение адекватного антикогулянтного лечения на фоне продолжающегося маточного кровотечения было принято решение о выполнении симультантной операции. В результате была выполнена стернотомия удаления образования правого желудочка нейтрального клапана, пластика тикоспедального клапана и одномоментная лапоротомия, радикальная гистеротомия, поддошно-параротальный лимфоденоктамия. Время операции 490 минут, общая кровопотеря 400 мл. При ревизии правого предсердия дат рыхлообразования неправильной формы 3 см, плотно-фиксированных фондальному аппарату, которое было удалено. После операционного периода протекал без осложнений, проводилась антикогулянтная терапия в лечебных дозах и гистологически было получено ответ, что это эндометриология карцинома G2 с инвазией в миометре и метастазами в воздушных лимфатических узлах и в лечебном лимфатическом узле. И таким образом у этой пациентки диагноз уже окончательный рак теломатки 4 стадии Д3БН1-М1 с метастазом тазопараротальной лево-натвичечной лимфозе и сопутствующая тромбом болезни сегментарных субсидентарных рыбочных артерий с обеих сторон. Тромб левого желудочка. Таким образом, хотелось в заключение своего выступления сказать, что, конечно, эти пациентки экстремально коморбидные, не такая частая ситуация. Учитывая, что оптимальный метод лечения при раке теломатки, будь то даже распространенный рак теломатки, это хирургически оптимальная циторедукция показана, но вот при противопоказании к хирургическому лечению все-таки уже исчерпать все возможности и возможности попытки хирургического лечения в многопрофильном центре, где командой возможно обеспечить адекватное хирургическое лечение этим пациентам с целью улучшения качества жизни и продолжительности жизни у этих пациентов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...